Сегодня я хочу рассказать о еще одном приближенном методе решения стационарного уравнения Шреддингера, который называется вариационный метод. И в квантовой химии, безусловно, это метод номер один. Я хочу начать с примера. Нам нужно решать уравнение hps равняется eps. Ну и что касается энергии, то если я слева умножу на собственную функцию, все это проинтегрирую, то у меня как раз получается, что энергия, собственное значение оператора Гамильтона, это есть ψ на h ψ. Вот предположим, я не умею решать вот такое уравнение. То есть оно обычно бывает у нас каким? Дифференциальным уравнением второго порядка. Вот я не умею решать такие уравнения. Но в этом случае я не знаю, что такое точная собственная функция. Но тем не менее вот такую конструкцию я могу предложить. Буду считать, что это по определению, это среднее значение энергии будет в этом случае. И в каком-то смысле она, хотя и не точно, но определяет эту энергию. Но вот давайте рассмотрим пример с атомом водорода. И забудем, что мы его решили, что мы умели решать все, что там нужно было. Значит, Гамильтоньян запишу в таком виде. Минус 1, 2, d2 по dr квадрат. Потом, по-моему, идет плюс или минус 2, деленное на r d по dr. r плюс оператор квадрата углового момента на 2r плюс 1 на r. То есть я все записал в атомной системе единиц. Сейчас я посмотрю, а нигде не наврал. Так, в атомной системе единиц. Наврал, конечно, так. Значит, вот здесь двойки нету. Так, и здесь, конечно, единица. Взаимодействие электронно-свидронно. Так. Вот. Вот я не знаю, что мне делать, как решать это уравнение. Так. И я, значит, хочу тогда сообразить, а что будет, если я возьму вот такой интеграл? Что это за оценка по энергии? Так. Единственное, что я могу более-менее здраво рассуждать, меня интересует основное состояние. Так. Я предполагаю, что оно может быть сферически симметрично. Так. И это означает, что волновая функция должна зависеть только от радиальной перемены. И, следовательно, квадрат углового момента, оператор квадрата углового момента, всегда будет занулять эту функцию, потому что он содержит операции по сферическим углам, по тета и по фи. Так. И, следовательно, я должен учесть еще, естественно, краевые условия. И, следовательно, я буду считать, что моя волновая функция должна иметь вид. Там какая-то нормировочная константа. Е в степени минус альфа Р. Где альфа некоторое число положительное, безусловно, чтобы выполнялась, чтобы функция была достаточно быстро сходилась на бесконечности. Вот. Интегралы, которые здесь все появятся, они все табличные будут. Так. Все табличные. Это интегралы такого сорта. Если у кого-то желание возникнет, можете поиграться. Это будут интегралы от нуля до бесконечности, потому что все по радиальной переменной делается так. Е в степени минус х на х в степени n на dx. Это табличный интеграл. Это гамма-функция от n плюс единица. А поскольку n целое число, то это просто n факториал. Значит, вот единственное, что... Значит, почему я беру только одномерные интегралы, да? На самом деле, при этих вычислениях нужно брать, естественно, трехмерные интегралы. Но, естественно, что у меня значение ψ на ψ, вот с такой функцией, так. И еще я должен выбрать нормировочную константу. И в том, и в другом интеграле у меня появится отдельно будет вычисляться интеграл по угловым переменным, так. Это интеграл по dφ от 0 до 2π и интеграл синус θ до θ от 0 до π, так. И, следовательно, они просто сократятся, потому что здесь будет такое число и здесь такое число. Так, и тогда я, значит, отсюда я выберу константу вот эту, чтобы функция была нормирована вся на единицу, чтобы вот этот интеграл был равен на единицу. Это все нетрудно сделать, так. И чего я получаю в результате? Так, в результате я получаю следующее после этих интегралов. Я получаю выражение, что среднее значение с выбранной функцией, как экспонента спадающая, так, оказывается равным 1 вторая альфа квадрат, альфа показатель экспонента, минус альфа. Вот я получил такое значение для среднего значения энергии. И возникает вопрос, ну хорошо, а какое альфа? Кроме того, что оно положительное. Какое альфа теперь я должен выбрать? Вы, конечно, можете вспомнить решение, да, что действительно точная волновая функция основного состояния это экспонента. И, так сказать, сказать вот именно такое альфа. Но мы забыли, так сказать, и не умеем решать вот это уравнение. Поэтому вот у нас стоит проблема, какое альфа выбрать? Ни у кого нет предложений? Тогда двинемся чуть-чуть дальше. Пока, значит, забудем, что мы вот не выбрали вот это альфа. Так, и теперь я хочу изложить так называемый вариационный принцип. Значит, смотрите, у нас сегодня будет вариационный принцип, вариационная теорема и вариационный метод. Вот, это все про одно и то же, но, тем не менее, не надо их путать. Вариационный метод – это метод приближенного вычисления. Что такое вариационный принцип, я сейчас вам покажу. Значит, мне нужно решать уравнение psi nt равняется e nt на psi nt, где собственные значения и собственные функции мне неизвестны. Я беру какую-то волновую функцию, так, подобно тому, как я вот в разобранном примере взял экспонент. Теперь я беру какую-то функцию, так, которая вообще, говоря, ну, если повезет, то я могу угадать, конечно, что это точная волновая функция, точная собственная функция. Ну, в общем случае, конечно, уповать на это не приходится, так. И вот, когда мы берем какую-то функцию и получаем с ней среднее значение энергии, эту функцию называют пробной волновой функцией. Пробуем. Так. Значит, я беру эту пробную волновую функцию, и в силу того, что собственные функции Эрмитова-оператора образуют базис, я могу сказать, что эту пробную функцию я могу разложить в ряд по собственным, по неизвестным собственным функциям Гамильтониана. Так. Ну, мне удобно взять, чтобы она была нормирована на единицу, это всегда не тяжело сделать. И тогда сумма квадратов по n по модулю коэффициентов, это тоже равняется единице. Так. Хорошо. Значит, если я теперь конструирую вот такое выражение, среднее значение энергии, так, Пси-Аш-Пси, подставляю вместо Пси разложение по неизвестным собственным функциям, и что получаю? Ну, процедура, которая выполняется легко, в силу ортонормированности собственных функций, это будет сумма по n cn по модулю в квадрате на ент. Вот предположим, что у меня по n идет упорядочение, или упорядочевование, не знаю, по величине собственных значений. Так. Значит, по определению у меня е нулевое это энергия основного состояния, так, и по определению это наименьшая энергия, так. И, следовательно, е нулевое это меньше или равно е1. Ну, и вот сохраню дальше вот этот порядок. Так, теперь я смотрю, я хочу рассмотреть вот этот ряд, вот этот вот ряд, так, в котором заменю все ент, неизвестные собственные значения, на е с ноликом. Тогда что у меня получится? Это е с ноликом я, естественно, могу вынести, вынести за знак суммы. Здесь у меня будет сумма по n c нт по модулю в квадрате, так, и эта сумма равняется единице по условию, так. И, следовательно, что я получил? А? Я по... Справа у меня будет е0, как соотносится вот эта вот сумма с этим е0? Ну, вот это всегда будет больше, согласны? Так? И вот в этом заключается, значит, как раз вариационный принцип. Какую бы пробную волновую функцию я ни взял, вычисленное значение энергии у меня будет всегда лежать выше, чем энергия основного состояния. Так? Это главное достоинство вариационного принципа по сравнению с теорией возмущений. Значит, если... Если у меня есть вот какая-то квантовая система, вот ее спектр. Так, вот меня интересует вот это е0, допустим. Так, если я посчитал по теории возмущений, допустим, посчитал первый порядок, посчитал второй порядок. Где будет это приближенное значение лежать теперь? Да кто его знает? Может, где-то вот здесь, может, где-то вот здесь. Это... Из теории возмущений это ниоткуда не следует. Но если я эту же самую задачку теперь решаю, используя вариационный метод и выбираю какие-то, на мой взгляд, правдоподобные волновые функции, то всегда, какую бы функцию я ни взял, она всегда будет давать значение энергии выше энергии основного состояния. А это что означает? А это означает, что я должен теперь брать такую пробную волновую функцию, чтобы получить значение вот этого числа как можно меньше, как можно ниже. Вот. И вот это вот основное, значит, основное достоинство вариационного метода. Ну, а теперь, если возвращаться к нашему примеру, вариационный принцип дает нам теперь указание. Я должен взять то значение коэффициента альфа, которое приведет к минимальному значению вот этого числа. Это функция, вот эта вот функция, как функция параметра альфа, как себя ведет. В нуле ноль так в единичке тоже ноль и ведет как-то вот так вот себя. А, значит, значит, в единичке у нее будет минимум, ну, не важно. Значит, у нее два нуля, да, два нуля, и здесь еще минимум. Ну, вот я теперь могу найти этот минимум и считать, что у меня моя наилучшая волновая функция это е в степени минус просто r. Альфа равняется единице. вот, так что, с другой стороны, с другой стороны, основной недостаток вариационного принципа заключается теперь в чем? Что, смотрите, когда мы рассматривали теорию возмущений, допустим, неважно, какой случай, вырожденный или не вырожденный, мы искали какое-то состояние с фиксированным индексом К. Это могло быть основное состояние или какое-то возбужденное. Вот. Теория возмущений на самом деле ей все равно, какое состояние мы анализируем. Вариационный метод, вообще говоря, приспособлен более всего к энергии основного состояния. Ну, основное состояние, конечно, является неким выделенным состоянием, оно больше всего нас чаще всего интересует, но тем не менее, а если мне захочется вариационным методом посчитать не основное состояние, а какое-либо возбужденное, допустим, первое возбужденное состояние. Так? И как я должен в этом случае действовать? Вот. Недостаток этого принципа как раз заключается вот именно в этом. Так? Ну, а иногда пытаются вариационным методом посчитать, каким образом. Значит, считают сначала энергию основного состояния, так? Энергию основного состояния. А потом переходят к энергии возбужденного, первого возбужденного состояния, но при этом накладывают дополнительные условия. Значит, если у меня, если я получил хорошее значение для энергии основного состояния с пробной волновой функцией Пси с ноликом, вот я ее так подобрал, что у меня очень хорошее состояние. И теперь я должен искать пробную волновую функцию, которая хорошо описывает первое возбужденное состояние Пси-1. Я буду действовать все точно так же с этой функцией Пси-1, но мне нужно дополнительное условие учитывать, что волновая функция первого возбужденного состояния должна быть ортогональна с волновой функцией основного состояния. А это сразу утяжеляет вычислительную процедуру, причем намного утяжеляет. И практически так не действует. То есть вариационный метод это в основном метод, который приспособлен для энергии основного состояния. вот это вариационный принцип. На нем зиждется вариационный метод. Примеры вариационного метода я чуть-чуть позже вам расскажу. А сейчас я хочу рассказать так называемую вариационную теорему. Так, значит, я когда использую вариационный метод, я прежде всего ищу в каком классе функций находится моя пробная волновая функция. я могу накладывать разные условия, допустим, чтобы считались достаточно быстро интегралы или еще какие-нибудь соображения. А в принципе я могу поставить такую общую задачу. Предположим, класс пробных функций это вообще все пространство волновых функций. Все пространство волновых функций. Как с помощью вариационного метода мне избрать из этого класса наилучшую волновую функцию? А какой, кстати, будет наилучшая волновая функция? Если у меня пробные функции, это если я перебираю весь возможный класс волновых функций, все множество. Какая у меня должна быть волновая функция? непрерывный дифференцируемый это естественно. Давайте хорошо, пока забудем давайте пока забудем, что я задал этот вопрос, а рассмотрим вариационную теорему. Вот я беру какую-то волновую пробную функцию и составляю такое выражение. Это у меня оценка энергии состояния системы. так беру другую пробную функцию получаю другое состояние, то есть это есть функционал энергии. Я его обозначу буковкой эпсилон и это функционал зависит от выбранной волновой функции, пробной волновой функции. так ну я хочу переписать это соотношение в таком виде. Эпсилон умножается на нормировочный интеграл Пси на Пси и это равняется Пси на H на Пси. Так я теперь имею задачку из вариационного исчисления мне нужно найти такую волновую пробную функцию, которая доставляет минимум вот этому функционалу. А? Мы уже поставили эту задачу буквально когда рейтон не формулировали. Но мы там не указали какому условию удовлетворяет наилучшая пробная волновая функция. Мы только там получили что как бы мы не считали мы всегда будем получать выше уровня энергии основного состояния не более того. Потом разбирали пример где искали митику. а? Ну так это пример отсюда не отсюда не следует что это вообще говоря общий случай. Хорошо. Ну давайте значит как решается такая задача на минимум вариационном отчислении. Я должен проварьировать все вот это выражение так это соотношение так и считать и положить первую вариацию функционала равной нулю. Так в этом случае это необходимое условие для того чтобы функционал принимал минимальное значение. Давайте варьировать. Я напоминаю что варьируется все точно так же как происходит дифференцирование за исключением того что я использую другой значок дельта у меня кривая дельта эпсилон так умноженное на пси на пси плюс эпсилон на дельта от интеграла пси на пси и равняется вариации интеграла пси h на пси так значит мое условие что первая вариация должна равняться нулю и в этом случае эпсилон принимает минимальное значение и это минимальное значение я обозначу буковкой е так и следовательно чего получается значит первая слагаемая вылетает дельта эпсилон равняется нулю а вторая слагаемая как будет выглядеть е эпсилон равняется теперь е большому так варьируем интеграл дельта пси на пси плюс то же самое е на пси на дельта пси я варьирую все точно так же как выполнял бы операцию дифференцирования так а справа у меня чего остается справа у меня остается дельта интеграл дельта пси на на h пси плюс интеграл пси на h на дельта пси вот я аккуратно все проварьировал и учел что значит теперь это условия нахождения минимального значения функционала энергии ну теперь небольшие перестановки чтобы собрать все одинаковые члены и это будет следующее выражение тогда значит член у которого интеграл у которого на первом месте стоит дельта пси так чего будет содержать будет содержать h минус e на пси и плюс такой же интеграл и плюс такой же интеграл только дельта вариация функции будет стоять на последнем месте так это у меня будет пси на h минус e на дельта пси и это должно равняться нулю отсюда что следует значит всегда когда мы разбирали с вами задачки по вариационному уничислению применительно к механике да мы допустим когда выводили уравнение Лагранжа у нас какой был решающий шаг мы записывали некоторый интеграл под которым стояла вариация произвольной функции малой так умноженное на что-то и этот интеграл равнялся нулю и это называлось как называлось основная лемма вариационного уничисления в силу произвольности дельта там и то у нас обозначалось равен нулю со множитель и равен со нулю этого со множителя это как раз и было уравнение Лагранжа второго рода вот это частный случай естественно всегда решается так здесь у нас вот эта ситуация вроде бы проглядывает у нас интегралы под которым стоят дельта пси так умноженные на что-то и это равняется нулю могу я теперь отдельно применить основное лемма вариационное исчисление и написать какое-то равенство или нет не могу по той причине что у меня вот если бы здесь и здесь стояли бы независимые вариации так тогда я естественно бы это мог сделать но у меня здесь стоит дельта пси со звездочкой а здесь дельта пси они между собой зависимы и поэтому отсюда не означает из этого равенства не означает что каждая слагаемая равняется нулю а именно что их сумма равняется нулю хотя может быть и каждая слагаемая так ну вот чтобы этого трюка избежать я делаю следующую процедуру значит в силу произвольности вариации пробной функции я вместо дельта пси беру функцию вариацию дельта пси умноженную на число на и я могу это делать я сохраняю малость этой вариации умножением вот на это число так тогда у меня что получается вместо вот этого равенства значит здесь у меня стоит здесь у меня будет выноситься из подзнака интеграла и дельта пси остается на h минус e на пси так здесь у меня пси выносится со второго со множителя поэтому это будет плюс h минус e на дельта пси равняется нулю вот во что переписалось вот это соотношение так теперь вот это соотношение я использую еще раз я приписываю его сюда рассматриваю совокупность двух вот этих соотношений дельта пси h минус e на пси плюс плюс интеграл пси на h минус ε на дельта пси равняется нулю так вот это второе соотношение я умножаю на число на минус и и складываю так значит второе складывая вторые слагаемые и здесь и стоит а здесь будут минусы так вот давайте я вот так вот напишу что я умножаю на минус значит при сложении они взаимно друг друга погасят а здесь тогда у меня что остается удвоенное значение вот этого интеграла ну не удвоенное а двойка еще на минусы которая мне не важна и поэтому результат который отсюда я получаю у меня дельта пси на h минус эпсилон на пси равняется нулю ну и вот теперь я в чистом виде имею основную лему вариационного исчисления у меня интеграл в котором под знаком которого стоит произведение произвольной вариации малой волновой пробной функции умноженное на что-то и при любом дельта пси это будет равно нулю и в силу основной леммы это означает что у меня h минус e на пси равняется нулю вот я получил наилучшую пробную волновую функцию так ну и теперь можно сформулировать вариационную теорему что минимум функционала энергии на всем пространстве волновых функций достигается когда мы выбираем решение стационарного уравнения Шредингера как и должно естественно быть это вариационная теорема так я значит все это стираю оставлю вот нам понадобится выражение дельта пси на h минус e на пси равняется нулю так а в заключении я чего хочу я хочу привести два примера вариационного метода так первый называется линейный вариационный метод или метод ритса по фамилии человека который придумал этот метод ну вот то что касается этого метода это значит следующая процедура предлагается выбирается базис из некоторых функций так и по этому базису я записываю разложение пробной волновой функции вот суммирование такого рода значит базис функции фи и ты так исследовать наилучшая волновая функция что означает в данном случае наилучшая волновая функция я каким-то образом должен подобрать вот эти коэффициенты так чтобы эта функция была наилучшей чтобы вот в этом классе так в этом классе функций я получал наименьшее значение энергии основного состояния так причем я хочу подчеркнуть что эта задача не сводится к вариационной теореме почему потому что базис базисные функции они могут составлять не могут не обязательно могут быть базисом в пространстве всех волновых функций во вторых даже если они являются базисом в пространстве всех волновых функций чаще всего для чтобы найти точную собственную функцию мне нужно брать бесконечное число членов чего я никогда не смогу сделать потому что мне нужно брать какое-то число интегралов ну и так далее и так далее хорошо значит выбрал эти функции выбрал эти функции теперь составляю выражение для функционала энергии как оно будет выглядеть это будет эпсилон равняется пси на h на пси деленное на пси на так пожалуйста подставьте сюда вот это вот выражение чего получится в итоге в итоге выражение выражение А откуда Е, ИТ взялось? Я не говорю, что мои базисные функции являются собственными для гамильтониана. Ага. Даже инновированные функции. А? Даже функции. Кто? Какие? ФИИТы? Нет, не ФИИТы. Ну, за счет вот этого, вот, я специально взял, чтобы у меня было, так сказать, вообще говоря, произвол. Я дополнительно, когда я пишу такую дробь, мне не нужно говорить о том, что функция нормирована на единичку. А вот этот можно выносить из-под знака суммы, да? Ну, вот вы этот вынесли из-под знака интеграла, да? А вот этот нельзя выносить? Да, не будет действовать. Ну, аж действует на вот эту, да. Следует на константу, наверное, можно выносить. Я просто поменял вот на такую скуку. А почему у вас ЦИТ по модулю в квадрате? Там будет ЦИТ, НЦИТ со звездочкой. Не факт. Не факт? Не факт. Ну, хорошо, у нас базис изначально на какой? Ортогональный или какой? Я не говорил, что он ортогональный. Это просто какой-то базис. Это базис, да, это просто базис какой-то, да. А чьи эти методы? А? РИЦА. РИТЦ. РИТЦ. Это немецкая фамилия, я не знаю, как по-немецки пишется. Так, какой у вас результат? Кажется, вот так. Хорошо, а коэффициенты куда делись? С чем? Ну, да. Я вот не вижу, как они у вас могли сократить. Вот у вас здесь коэффициент и здесь коэффициент. Да, но их вынести можно. А? Ну, их, по идее, вынести можно за интеграл. Выносите. Ну, и что, с чем они сократятся-то? Ну, вот как-то с этой штукой. Нет, вот как-то они не сократятся. Если бы они были голые, они же еще умножены на... Что с верхней скобкой непонятные? А что непонятного? Ну, как бы, у нас все ортогональные ноль дают, и вверх... Нет, подождите, я не говорил, что они ортогональны. А, они не ортогональны? А я не говорил, что они ортогональны. В этом вся прелесть этого метода. Как-то оно плохо тут складывается. Будет вот так вот, но... Совершенно... Нет, вы совершенно верно все написали. Все совершенно верно написали. Так, и вы верно все написали. Так, а у вас чего? Да, хорошо. Так, значит, если я аккуратно теперь... Подставляю на левый сомножитель и правый сомножитель, заменяю вот такими суммами в числителе и в знаменателе дроби, то у меня есть... И без каких-то дополнительных ограничений на базисной функции, типа, что они ортонормированы, или нормированы на единичку и ортогональны, и так далее, и так далее. В результате вверху, что у меня получается? У меня получается двойная сумма по и и по ж. Коэффициенты с первого места, с первого сомножителя, с и, со звездочкой. Так. А со второго места, с житой, без звездочки. Так. И остается интеграл. Фи и т на h на фи житая. Вот числитель. Так. Ну, и аналогичным образом... И аналогичным образом... Я записываю знаменатель. Это тоже и, и житая двойная сумма. А здесь у меня стоит с и т со звездочкой, на с житая без звездочки. Так. И на интеграл фи и т на фи житая. Вот мы, конечно, привыкли работать с ортогональным базисом. Тогда у нас вот здесь или нули, или единички. И получается гораздо красивее. Или красивее. Вот. Но в данном случае, в данном случае, вот в рамках вариационного метода, от этого приходится отказываться. Почему? Потому что, смотрите, чем лучше я хочу получить значение энергии основного состояния, почти очевидно, тем длиннее я должен брать вот это разложение. В силу вариационного принципа. Так. Если я беру достаточно длинные разложения, а они там в современных квантово-химических расчетах десятки тысяч, не знаю, там, в общем, до безумия дошли. В этом смысле. Так. Мне приходится считать очень много интегралов. Так. Различного сорта. А на вычисление каждого интеграла требуется время. И мне хочется взять такой базис, чтобы расчет интегралов был как можно, занимал как можно меньше времени. И поэтому иногда, точнее, не иногда, в качестве базисных функций, вообще говоря, выбираются такие функции, которые к физике задачи не имеют никакого отношения. Ну, например, берутся квадратичные экспоненты. Так. Когда берется простая экспонента, понятно, это решение водородоподобной задачи, да, и кажется, что в таком базисе это физично очень решать задачу с помощью вариационного метода. А когда берутся квадратичные функции, любая квадратичная функция никогда не является собственной функцией какой-нибудь простой квантово-химической задачки. Но, тем не менее, за счет вот этой квадратичности в показателе экспоненты они очень быстро убывают с увеличением координаты, там, r, допустим, так, и, следовательно, интеграл берется гораздо быстрее, чем нежели я бы использовал простые экспоненты. И вот здесь, оказывается, выигрыш в этом во временных затратах, получается. Поэтому, в общем случае, я вынужден допускать, что у меня, вообще говоря, базисные функции не ортонормированы, и, следовательно, здесь будет вот такой вот интеграл. А? А почему это какие-нибудь кубичные экспоненты? Вы знаете, если честно говоря, я не знаю, до чего сейчас дошло. Вполне возможно, что может быть и такое. Потому что квантовая химия, она стала, по сути дела, такой технологией, вы можете вообще, говоря, не разбираться в самом методе, так, а просто знать, как запускать соответствующую программу, да, когда выбирается какая-то конкретная молекула, да, что нужно запустить в начале, какие исходные данные, нажать кнопку, и там найти при этом суперкомпьютер еще, на котором все будет считалось, потому что это дело довольно отдалительное. Так, вот смотрите, теперь, что я хочу сделать? Я говорю, что вот эти вот интегралы, вот эти интегралы, Пси и на Аж на Пси, на Фи и житое, так, это есть матричные элементы, некоторые квадратные матрицы. Эту квадратную матрицу я обозначу как Аж, а элемент у меня будет и житые. Так, ну и по аналогии с вот этим, вот это называется интеграл перекрывания. В нормальном ортогональном базисе он равен нулю, то есть матрица диагональна, а в неортогональном базисе он, конечно, неортогонален, поэтому вот эти элементы Фи и т на Фи житое, это есть матричные элементы интеграла перекрывания, обозначим буковкой С эту матрицу с индексом С и житое. Так, и следовательно, в итоге я получаю, что эпсилон равняется двойная сумма И и жи С и т со звездочкой на С житое на матричный элемент и житое. Так, а здесь сумма по И и по Жи С и т со звездочкой на С житое на матричный элемент и житое матрице перекрывания. Так, значит, чего у меня имеется? Смотрите, из коэффициентов С и т коэффициенты С и т я могу образовать вектор-столбец. Так, и кроме того, элементы вот этих матриц образуют у меня какие матрицы? Матрицу H и матрицу S. Так, как записать вот теперь функционал энергии эпсилон так, с помощью вот этих обозначений. У меня есть неизвестный вектор-столбец, вектор-столбец, элементы которого мне неизвестны, и известные матрицы H, матрица вот это вот так, и матрица перекрывания S. Как вот эту формулу для эпсилона записать с помощью вот этих обозначений? ну, надо единственное, что нужно вспомнить, это правило умножения допустим, матрицы на столбец. Если бы у меня была формула, вот эту формулу, допустим, смотрите, как я могу расписать. Я могу расписать сумма по J, так, здесь у меня сумма по I, так, C, И, Т, со звездочкой, так, здесь стоит сумма по J, так, которую я запишу вот таким образом, и J, Т, на C, J, это вот это что такое? Вот эта вот сумма. Внутренняя. Естественно, это умножение матрицы на столбец. Поэтому вот то, что стоит здесь, это есть не что иное, как H, умноженное на вектор, умножается на вектор C. А это что такое? А это тоже вектор, только со звездочкой, так, и он стоит слева от того, с чем умножать, и следует это вектор строка. Так? И здесь то же самое. И в результате вы получаете компактный ответ, так, компактный ответ, который будет выявить, как C с крестом, это означает строка, матрица H на вектор C, столбец, здесь то же самое, C с крестом на S на C. Вот и все. А? Чего там? Ну так со звездочкой как раз и образует строку, они стоят слева. Вот. И следовательно, теперь я задача, исходная задача была какая? найти вот наилучшую пробную функцию в классе функций, в котором базисом являются вот эти неортонормированные функции. Мне нужно найти наилучшие коэффициенты вот этого разложения. И следовательно, теперь мой функционал энергии это функционал, который зависит от вектора C. Так. А? фиксируем длину этого вектора. Что фиксируем? Длину фиксируем этого вектора. Ну, конечно, конечно. Нет, естественно, да, естественно, мы не можем работать с бесконечным разложением, и мы говорим, что длина этого вектора N, где N там равняется 10 тысяч. Так. Вот. А теперь сравните с вариационной теоремой. Вариационной теореме у нас чего было? у нас было эпсилон. Так. А здесь чего у нас стояло? Пси H. Пси на Пси на Пси. Вот как было. Так. Значит, теперь смотрите, чего я должен сделать? варьирование вот этого функционала вообще говоря, проводится абсолютно один к одному, как варьирование вот этого функционала. Только вместо дельта вариации дельта Пси я беру вариацию вот этого столбца. то есть маленькие изменения всех элементов этого столбца, которые я беру. Так. И в результате чего я должен получить? Один к одному, когда я всю эту задачу решаю, я, естественно, получаю дельта С. Значит, отличие сейчас заключается в том, что здесь у меня не возникнет никакой матрицы перекрывания. Почему? Ну, потому что я с самого начала так положил, а здесь у меня возникает матрица перекрывания. Так. Поэтому варьирование приведет меня к следующей конструкции. Значит, у меня будет не интеграл, а дельта С, вариация вектора С, а здесь у меня будет умноженное на H минус E. E это опять же минимальное значение этого функционала. Так. H только вместо E у меня будет стоять E на матрицу перекрывания S. Вот и все. И здесь вектор С равняется нулю. Так. Ну, а отсюда я по основной леме вариационного исчисления я получаю задачку, которая выглядит следующим образом. Матрица Гамильтониана в базисе выбранных функций фи и тых так действует на неизвестный собственный вектор С и получается тот же самый собственный вектор С только умноженный на число и еще в силу неортонормированности фигурирует матрица С. то есть я получил задачку на собственное значение матрицы. Так. Если я могу решать для n равного 10 тысяч и получать какое-то значение потом я должен решить чего? Я должен или мне остановиться меня удовлетворяет полученный результат из каких-то соображений. Так. или если не удовлетворяет увеличить число n. А вот увеличить число n это вообще говоря я не знаю как это пойдет. Я допустим вместо 10 тысяч возьму 11 тысяч. И ну много это это очень я так понимаю что я так понимаю что вот есть класс задач там прогнозирование климата да квантовая химия так еще есть расчеты по-моему связанные с термоядерным синтезом которые чрезвычайно вот и еще по-моему даже что-то но на самом деле к счастью не так много которые требуют совершенно гигантских затрат по времени вполне возможно когда будут созданы другие компьютеры основанные на других принципах это все это все значит существенно облегчится или может быть для каждой из этой области в частности для квантовой химии будут придуманы вообще говоря другие методы которые не требуют таких длинных разложений ну на это приходится только уповать пока мы имеем дело с тем что есть так вот это был метод ритца это было И второй пример, навариационный метод, который очень часто используется в квантовой химии, это метод Хартре или метод самосогласованного поля. Но потом его усовершенствовал Фок, и поэтому этот метод сейчас в квантовой химии называется метод Хартре-Фока. Поэтому, когда вы будете в курсе квантовой химии подробно разбирать, здесь я покажу только основные детали, естественно, подробно разбирать метод Хартре-Фока, не забывайте, что у вас в рамках вариационного метода в лекциях по квантовой механике уже что-то было. На самом деле, вся основа была изложена, а то, что предложил Фок, ну, это вы будете изучать. Так, мы отдыхаем или нет? Нет, не отдыхаем. Вы бодрые, веселые, понятно. Так, вот я хочу разобрать сейчас такую задачу. Гамильтониан квантовой системы записывается вот в таком виде. H1 плюс H2 плюс G. Так, значит, индексы 1 и 2 говорят о том, что H1 – это гамильтониан, который действует на функции, зависящие от переменных с индексом 1. Так, соответственно, индекс 2, гамильтониан H2 действует на функции, зависящие от переменных с индексом 2. И вот это G зависит как от первых переменных, так и от вторых переменных. Если угодно, задачка про атом гелия, она вот здесь как раз и сидит. Это гамильтониан первого электрона, это гамильтониан второго электрона, а это межэлектронное взаимодействие, зависит как от координат первого, так и второго электрона. Но на самом деле, конечно, это гораздо более общая задача. Так, ну, чтобы не слишком много было индексов, вот это H1,2 я впоследствии буду записывать просто как H. Так, значит, если тогда у нас было H, было возмущением, в рассматриваемом примере по теории возмущений, сейчас это, так сказать, полновесный член, полновесный, равноправный с гамильтонианами H1 и H2, и нигде не используется, допустим, что он малый, хотя, может быть, он и малый, но неважно. Так, значит, я знаю, что если задачка, которую мне надо решать, это Hψ равняется Eψ, так, и если вот этот третий слагаемый оператор равен нулю, то как будет выглядеть моя волновая функция? В соответствии с методом разделения переменных, это будет функция Пси1, функция, которая зависит от координации индексом 1. Сколько их, вообще говоря, не знаю, много может быть, неважно, на функцию Пси2. Причем это будет точное решение задачи. Мне нужно будет отдельно решать задачку на собственную функцию Пси1 и точно решать задачку для второго сомножителя Пси2. Так, а если H не равняется нулю, то вот такое представление для точной собственной функции невозможно. Ну, если очень хочется, то тем не менее я могу написать, вот мне очень хочется, что волновая функция, но она не точно равна, а приближенно равняется Пси1 умноженное на Пси2. Так, вот я теперь буду отыскивать пробную волновую функцию, заданную на пространстве вот таких, на таком вот пространстве, заведомо зная, что точной волновой функции я не найду там. Но, тем не менее, я почему-то уповаю на то, что я найду какую-то функцию, которая, хотя и не точная, но будет доставлять недостаточно высокоточное значение энергии основного состояния. Так. Значит, чего мы должны делать? Мы должны теперь использовать, вот из вариационной теоремы у нас есть соотношение дельта Пси равняет, интеграл дельты Пси, здесь H минус Е, неизвестное собственное значение, минимум функционала энергии на таких функциях пробных, на Пси равняется нулю. Ну, давайте теперь подставлять сюда вот все наши данные. Значит, Гамильтлиниан у нас пока известен, мы пока не трогаем. Так. Пробная волновая функция, вот она здесь записана. Так. Значит, следовательно, вариация пробной волновой функции дельта Пси, которая вот здесь стоит, это есть вариация вот этого произведения. Ну, когда я варьирую произведение, я что делаю? Я пишу, что это дельта Пси1, умноженное на Пси2, плюс, по правилу дифференцирования произведения, плюс Пси1 на дельта Пси2. Так. И теперь я назначаю, что дельта Пси1 и дельта Пси2 независимые малые вариации каких-то функций. Вот. Значит, если я теперь подставляю в этот интеграл, то что у меня получается? У меня получается, ну, запишу его вот здесь, вот так, у меня получается дельта Пси1 на Пси2, так, запятая, пока будет писать просто H минус E, действует на Пси, то есть Пси1 на Пси2 закрывается, и плюс такой же интеграл, плюс такой же интеграл, в котором фигурирует Пси1 на дельта Пси2, запятая, здесь стоит оператор H минус E на Пси1 на Пси2, интеграл закрывается, скобочка, равен, равенство нулю. Вот, значит, внутренние скобки, это, естественно, не интеграл, это просто показывает вот эту разность, так, вот этот интеграл, это что я означаю, как я должен интегрировать? Значит, это интеграл, естественно, интеграл по координатам с индексом 1 и интеграл по координатам с индексом 2, так, и вот я должен каждый этот интеграл я должен разбивать, вообще говоря, на два интеграла, они так как-то друг с дружкой будут там слепаться, хорошо. Так, Пси2, вот здесь я забыл двоечку. Так, я теперь хочу вот это соотношение, вот это соотношение, так, записать более подробно, учитывая как раз тот факт, что у меня фигурируют интегралы по переменным 1 и по переменным 2. Напишу это так, дельта Пси1, так, а здесь у меня стоит Пси2, так, сейчас я все расскажу, про что тут идет, речь, H минус эпсилон, E, так, на Пси2, так, интеграл закрываю и ставлю здесь индекс 2, это интеграл по координатам 2, так, еще у меня осталось чего, Пси1, а вот этот внешний интеграл, это интеграл по координатам 1, понятно, да, чего я сделал? я весь интеграл вот в этом слагаемом, я хочу подчеркнуть, что здесь есть интеграл, назовем его внутренний, по координатам 2, я сначала выполню вот это вот интегрирование, а потом буду выполнять интегрирование по координатам 1, у меня все как раз весь интеграл и возьмется. А? Здесь? Ну, здесь скобка, да, пожалуйста, можно, конечно, не понимаете, лучше здесь, конечно, не ставить на всякий случай запятую, так, тут и так понятно, потому что это какая-то константа, число, нет, запятая чего стоит, потому что вот, смотрите-ка, здесь, что написано, здесь вот внешний интеграл дельта Пси 1 запятая на Пси 1, но вот это Пси 1 с некоторым числом, какое-то хи, и вот это число хи, это есть интеграл по переменным 2, поэтому, строго говоря, запятую можно ставить, так, но поскольку здесь и так скобка стоит, так, плюс второе слагаемое, второе слагаемое, я записываю точно так же, только я меняю местами интегрирование по 1 и по 2, и это будет что? Это будет дельта Пси 2, затем будет внутренний интеграл по координатам Пси 1, запятая H минус E на Пси 1, так, и это интеграл внутренний по координатам 1, наоборот, умножаю еще теперь на Пси 2, и это у меня будет внешний интеграл по координатам 2, равняется нулю. Вот что я получил. Так, ну, теперь, когда я имею два таких слагаемых, мне уже нужно теперь чего сделать? Мне нужно расписать в явном виде явный вид Гамильтониана, во-первых, подставить, так, вот, и во-вторых, значит, и во-вторых, точнее, наоборот, это я могу сделать в последнюю очередь. Значит, теперь я на основании суммы двух вот этих интегралов, так, я их рассматриваю как основную лему вариационного исчисления. У меня дельта Пси 1 и дельта Пси 2 независимые малые вариации произвольных функций. Поэтому по основной лемме вычислений у меня каждая из слагаемых обращается в ноль, так, и это означает следующее, это означает следующее, это означает, что Пси 2 запятая H минус эпсилон на Пси 2 умноженное на Пси 1 равняется нулю, так, и точно так же, и точно так же, значит, из второго интеграла у меня получается Пси 1 запятая H минус эпсилон на Пси 1 интегрирование по первым координатам, то, что получилось, действует на функцию от вторых координат, равняется нулю. Вот, что мне дает основная лемма вариационного исчисления. Вот, теперь я уже, значит, расписываю с учетом того, как выглядит мой гамильтаниан. Как выглядит мой гамильтаниан. Хорошо. Давайте еще раз перепишем, чтобы не терять нить. Пси 2 запятая H1 плюс H2 плюс G на Пси 2. На Пси 2. Скобку закрываю, интеграл по координатам 2 действует на Пси 1, равняется нулю. Так, второе соотношение преобразуется к виду Пси 1, запятая H1 плюс H2 плюс G на Пси 1. Интегрирую по первым координатам. То, что получилось, действует на функцию Пси 2 от вторых координат, равняется нулю. так, энергию забыл. Энергию забыл написать плюс G минус E. Забыл. Вот, чего мы получили. Так, ну, теперь давайте раскрывать вот интегралы. Так, у меня сколько тут слагаемых будет. Так, интегрируем по вторым координатам. Значит, в этом слагаемом у меня никаких вторых координат нету. Так, H1, это оператор, действует на функции, зависящие от первых координат. поэтому то, что здесь будет, это будет Пси2 на Пси2, ну, я не буду, ну, поставлю на 2, на H1. Так, затем у меня будет стоять Пси2 на H2 на Пси2. Так, так, не умещаюсь. Давайте отсюда начнем. Значит, Пси2 на Пси2 по координатам 2 на H1 плюс Пси2 H2. Вот здесь я уже не могу выносить, естественно, из-под знака интеграла на Пси2. Так, что у меня получается? Плюс G, оператор G зависит как от тех, так и от других, координат. Поэтому я его напишу в виде интеграла Пси2 G на Пси2. Так, индекс 2 и еще у меня осталось что? Энергия, так, я ее перенесу в правую часть, это будет E на что? На так, нехорошо. Так, нехорошо. Значит, теперь, вот то, что я записал без энергии, так, вот эти три слагаемых, это действует на функцию Пси1. Вот так вот запишу, действует на функцию Пси1, так, и это равняется чему? Равняется энергии интеграл Пси2 на Пси2 по индексу 2 на Пси1. Вот что я получил. Так, теперь я все хочу поделить на вот этот интеграл, вот в этом соотношении. Так, значит, что у меня останется? У меня останется А, 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 голая, так, плюс Пси2 нет, не буду его сюда писать, плюс G1. Так, сейчас напишу, что такое G1. Это действует на функцию Пси1, и это равняется чему? E, так, поделил на Пси2, ничего, голая будет E, и вот этот член переношу тоже в правую часть, минус Пси2 на H2 на Пси2, деленное на Пси2 Пси2. так, на Пси1. Так, где G1, G1, это есть что такое? Это есть интеграл по вторым координатам Пси2 G на Пси2, деленное на Пси2, Пси2. так, но теперь легко записать чего? Вот это соотношение. На самом деле нужно только поменять местами индексы, которые 1 или 2 здесь будут, а выражение будет точно такое же. И следовательно, что у меня будет? у меня будет стоять H2 плюс G2 действует на функцию Пси2 и получается Е минус а здесь такое же выражение только с заменой индексов двойки на единичку Пси1 запятая H1 на Пси1 интегрирование по первым кратинам деленное на Пси1 Пси1 так и это действует на функцию Пси2 вот два каких соотношения я получил G2 которая здесь фигурирует это такая же конструкция как вот это только значит нужно вместо двойки поставить единичку так теперь вот если я выражение в правой части в фигурных скобках обозначу как Е1 так а здесь как Е2 то я получаю так называемое уравнение Хартри H1 плюс G1 некий оператор действует на неизвестную функцию Пси1 и это будет Е1 на Пси1 так и второе уравнение Хартри H2 плюс G2 действует на функцию Пси2 и это есть Е2 на Пси2 то есть формально по форме да я якобы получил уравнение Шредингера так но смотрите в чем тонкость значит чтобы записать здесь оператор G1 так вот я должен знать функцию Пси2 которая является собственной для второго уравнения так и кроме того в Е1 фигурирует еще вот это вот выражение которое тоже требует знания функции Пси2 а наоборот во втором уравнении мне нужно для того чтобы в явном виде записать оператор G2 мне нужно знать функцию Пси1 и точно так же в правой части мне нужно знать вот это вот выражение так которое является собственной функцией первого уравнения то есть просто так решать по отдельности вот эти уравнения я не могу естественно потому что у меня будет неопределенность в этом операторе и неопределенность в этом числе собственном так поэтому единственное что можно придумать это метод последовательных приближений значит я сначала делаю что я сначала вычеркиваю вообще говоря оператор G так и получаю и получаю функцию Пси1 с ноликом на Ипси2 с ноликом я вычеркнул G и могу теперь пользоваться тем что методом разделения переменно так вычислив вот эти функции вот эти функции я теперь могу с ними вычислять приближенные значения G1 и G2 так и обозначу их уже индексом 1 индексом 1 первое приближение и кроме того могу вычислять вот эти вот числа не буду их писать после этого у меня определен оператор G1 здесь и оператор G2 числа здесь и здесь в правой части и я могу снова по отдельности решать и найду теперь собственные функции Psi1 в первом приближении Psi2 в первом приближении теперь я уже с этими функциями буду считать G1 второго приближения и G2 второго приближения и так далее так я буду гнать этот процесс до тех пор пока он не сойдется а вот сходится он или нет это зависит и от системы которая считается и от много чего еще и в свое время это было достаточно давно в лаборатории которая ныне не существует был человек который кандидатскую диссертацию как раз защитил на тему сходимость метода Хартрефока вот ну вот собственно все что я хотел сегодня вам выложить если есть вопросы я отвечу теперь в четверг мы что пишем контрольную правильно или нет значит четверг в этой аудитории еще раз вы писать нужно в домашних в этих тетрадочках где вы писали где вы выполняли домашние работы пожалуйста без листочков неудобно с ними работать с листочками книжками пользоваться нельзя своими лекциями и естественно домашними заданиями пользоваться можно если вы будете встречаться с какой-то ситуацией которая уже решалась как задача или на лекциях или в домашних заданиях вам не нужно снова это делать нужно просто сослаться все ну например нет нет на самом деле нет не обязательно там много разных ситуаций может быть обо всем этом вы в кванту и семью узнаете да на самом деле конечно здесь это самый простой случай когда два уравнения на самом деле если было бы допустим атом лития я бы написал три естественно уравнения да естественно соответствующие так все на сегодня если вопросов нет кто-то за все то что то то что то то